Всем привет на канале Тимур11ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали полностью главу, которая называется «Последняя глава». Сегодня мы прочитали полностью главу, которая называется «Обратный путь». Сегодня мы прочитали главу, которая называется «Последняя глава». Ну что, поехали? Было 1 мая, когда наши предсчастники добрались до края долины Ривенделл, где стоял последний, а с этой стороны первый домашний приют Опять был вечер, пони устали, особенно тот, что велось по клажу Оба всадника нуждались в отдыхе, спускаясь по крутой тропинке Бильбо услыхал пение эльфов среди деревьев, как будто они так и не переставали петь с их отъезда Едва всадники очутились на нижней и прохалине, эльфы запели песню, очень похожую на прежнюю Нет больше дракона, нет огненной пасти, низверхнут он с трона, конец его власти Окружие оживеет и рушатся троны, богатство скудеет, тускнеют короны А листья прыхают, укрытые тенью, а воды сверкают и случится пение Трата, трататата, в долину, ребята, алмазов светлее, горят в небе звезды На лудной аллее серебряный воздух, огонь пышет, братцы, как золото слитки Зачем же скитаться? Он странствый убытки Трата, трататата, останьтесь, ребята, какие вы дались, спешите так поздно Брести мы устали, мигают вам звезды, уймитесь отныне Кончайте скитаться, ведь эльфы в долине вас просят остаться Трататата, остановитесь, ребята, трататата, тратата, ха-ха Потом эльфы выступили из деревьев, поздоровались и провели Бильбо с волшебником через мост к дому Элрода Там путешественников приняли радушно и попросили рассказать об их приключениях Рассказывал Гендальф, так как сонный Бильбо помалкил В большинстве приключений он участвовал сам И он-то и сообщил волшебнику многое, пока они ехали На время от времени, услышав что-нибудь новое, Бильбо открывал глаза и прислушивался Так он узнал, почему Гендальф отсутствовал Он принимал участие в Большом Совете Добрых Волшебников, занимающихся белой магией И в этой области весьма сведущих И им, наконец, удалось выгнать некроманта из его мрачного пристанища на южной окраине Черного леса Отныне давал Гендальф, лес делается менее опасным А Север надолго освободится от его злой власти Но было бы спокойнее, если бы его совсем загнали из мира, в котором мы живем Лучшего и желать нельзя, подтвердил Элрон Но, боюсь, это еще не в наше время, да и вообще не скоро За рассказом о путешествии последовали другие рассказы, потом еще и еще Об улом и о новых событиях, и о том, чего вовсе не бывало И, наконец, голова Бильбо свесилась на грудь, и он сладко уснул Проснулся он в белоснежной постели Луна надела прямо в открытое окно Снизу от ручья доносились звонкие голоса эльфов Эй, песенку эту затянем мы хором Пусть ветер порыхает по травым дозорам Пускай в лунном свете все тени короче Пусть звезды сверкают на куполе ночи Пляшите, пляшите, гоните тревоги В траве шелестите крыластое ноги Пусть воды речные звеня протекают Мы праздник веселый отпразднуем в мае А дарим уставого путника с нами Пускай себе дремник в лесу рядом с нами Под голову траву пусть спит он счастливый Баюка его серебристая ива Умолкни со сна, не буди его Ясень пусть слон его будет спокойный ясен Пусть в светлые сны не врываются звуки Дубы не скрипите, умолкните буки Одно слово, веселый народ, сказал Бильба Высалывая голову в окно Какой же час ночи? Право ваше колыбельное и пьяного гоблина разбует Впрочем, благодарю вас за нее А твой храб разбует и дракона за тридевать земель Возразили ему со сна Но мы тоже тебя благодарим Приближается рассвет, а ты спишь с вечера Ну вот и все Мы прочитали первую часть главы Которая называется Последняя глава В следующей серии начнет вторая часть этой главы Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии А сейчас ставь лайк И подписывайся на канал Тиму 11 ТВ Всем пока!